Жители Земли, следящие за полетом советского космического корабля «Восход-2», услышали из космоса взволнованный голос его командира, полковника Павла Беляева. Для такой задачи в СССР соорудили корабль «Восход-2» со специальной шлюзовой камерой и организовали его старт с космодрома «Байконур». Экипаж состоял из командира корабля Павла Беляева и пилота Алексея Леонова. Это первый в мире выход человека в открытое космическое пространство. Первыми осуществить такой выход планировали США. Старт американского корабля в рамках этой миссии был назначен на 28 апреля 1965 года. Однако Советский Союз сумел опередить их. Ну, если кто-то спросит, ну и что, ну вышли в открытый космос. Дело в том, что вот эти первые, первый спутник, первые животные, которые оказались в космическом пространстве, первый космонавт, первая женщина-космонавт и первый человек, который вышел в открытый космос, они проложили дорогу для всех остальных. После Алексея Архиповича, конечно, были и выходы, и сейчас выход в открытый космос, он не является чем-то необычным. И женщины в открытом космосе работают, и мужчины, и это обновенная штатная ситуация. Но в те времена, разумеется, это было первым. И это, в общем-то, было связано с тем, что человек мог и жизни лишиться своей, и мог корабль сам погибнуть от этих экспериментов. Но все, как вы знаете, удалось. Экипаж корабля подбирался с особой тщательностью. Беляев был самым опытным летчиком в первом отряде космонавтов. А Леонов лучше всех переносил тренировки в барокамере и центрифуге. А также больше других подходил по морально-психологическим данным. Однако, несмотря на это, сложности во время полета, которые считаются одним из самых драматичных в отечественной истории, были. И не одна. При данном полете было семь аварийных ситуаций, часть из которых, вообще-то, могли окончиться смертельным исходом. Но, к счастью, все оказалось в итоге положительным, и наши космонавты советские совершили этот подвиг. Первый выход человека в открытый космос. Если вначале ситуация была достаточно штатной при данной миссии, то затем, в общем-то, когда уже Алексей Архипович Леонов оказался в открытом космосе, и несколько раз отходил от корабля и приходил к нему, произошла нештатная ситуация. То есть, скафандр раздулся, и космонавт уже не мог войти вот в этот надувной шлюз. Соответствующим образом, единственное, что помогло, как рассказывал сам Алексей Архипович здесь, в Казанском университете, это то, что он обладал достаточно хорошей физической силой и втянул себя в этот шлюз. Но он должен был зайти туда вперед ногами, а дошел вперед головой. И, разумеется, для того, чтобы попасть уже в кабину, нужно было туда, опять-таки, попасть ногами вперед. Иначе ничего не получилось бы. На орбиту Земли был выведен двухместный космический корабль «Восход-2», который имел задачу провести новый для человечества эксперимент – выход человека в открытый космос. За этим событием следила вся страна. Космонавт Алексей Леонов находился за бортом корабля «Восход-2» всего 12 минут. Но эти минуты навсегда вошли в историю космонавтики. Отважный советский космонавт, выбравшись из люка корабля «Восход-2», сделал шаг в историю. Спустя некоторое время свой выход в открытый космос совершили американцы. Но произошло это уже 3 июня 1965 года. Так что советский космонавт Алексей Леонов навсегда остался первым человеком, вышедшим в открытый космос. При том, что когда Леонов был в открытом космосе, он снял себя на телевизионную камеру и, в общем-то, как раз это и стало доказательством первого выхода человека в открытый космос. И также он снял себя и на другие источники фотофиксации, что потом и использовал для того, чтобы подтвердить, что действительно советский человек оказался в открытом космосе. Общий вес нового скафандра «Беркут», созданного специально для этой миссии, приближался к 100 килограммам. Поэтому во время проведения земных тренировок космонавтам приходилось ездить в своеобразном бегунке, который поддерживал жесткую часть скафандра. Однако в условиях невесомости масса скафандра не играла никакой значительной роли. Больший помех создавал давление воздуха, который заполнял герметичную оболочку, делая скафандр неподатливым и жестким. Позднее космонавт Алексей Леонов вспоминал, к примеру, чтобы сжать кисть руки в перчатке, нужно было усилия в 25 килограмм. Именно по этой причине во время подготовки космонавтов к полету физической форме уделялось очень большое внимание. Системы современные, они более совершенные, они, в общем-то, обладают совсем другими свойствами. Скафандр, разумеется, уже в открытом космосе не раздувается, ведет себя очень адекватно, но, тем не менее, все это произошло тогда в первый раз. Также я хочу отметить очень важную вещь. Дело в том, что Алексей Рахипович приезжал в Казань на молодежную конференцию «Космическая наука», и в процессе этой конференции он согласился, чтобы планетарий Казанского федерального университета назывался его именем. И поэтому планетарий Казанского университета носит название «Планетарий КФУ» имени дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова. Я считаю, что это очень важно и здорово. В полете было еще несколько нештатных ситуаций, которые, к счастью, не привели к трагедии. Одна из таких ситуаций возникла при возвращении. Не сработала система автоматической ориентации на Солнце, и поэтому не включилась вовремя тормозная двигательная установка. Космонавты должны были осуществить посадку в автоматическом режиме на 17-м витке. Но из-за отказа автоматики, вызванного отстреливанием шлюзовой камеры, пришлось уйти на следующий – 18-й виток и садиться с использованием ручной системы управления. Из-за этой нештатной ситуации была потеряна необходимая при спуске точность. В результате приземлились космонавты 19 марта далеко от расчетной точки посадки – в глухой тайге в 180 километрах с северо-западнее Перми. Нашли их не сразу, посадке вертолетов помешали высокие деревья, поэтому ночь космонавтов пришлось провести около костра, используя для утепления парашюты и скафандры. 21 марта площадка для приема вертолета была подготовлена, и в то же время на борту Ми-4 космонавты прибыли в Пермь, откуда и сделали официальный доклад о завершении полета. Карина Саяхова, Универ Новости.